Наконец-то вышло видео по серенкованию, оно видео будет небольшое, займет буквально три минуты, но обязательно досмотрите его до конца, спасибо! так так так, это не пойдет, выбираем серенок такой, чтобы не сильно много и почек было не сильно маленький, у меня есть видео, какие черенки брать, ну вот такой черенок, но его разделим на несколько, а этот один будем искоренять обрывайте, вот если так серьезно брать, нам нужно подходить к этому вопросу, то нужно обрывать хвою снизу ну я думаю нормальный, потом он выбьется, эти пусты пойдут, то пойдет и все будет нормально так и поэтому берем и обрываем хвою, иголочки, иголочки нужно обрывать именно вот так, вот так обрываем, вот у нас серенок, это потом сейчас мы с теплицей обрежем и я думаю все будет нормально итак уважаемые друзья, вот мы будем садить вот такой горшочек, этот наш серенок ну для начала у нас тут есть грунт почвогрунт но он такой универсальный я скажу вам сколько там пиаз у нас пиаз 5,5 до 7 это нормально 5,5 до 7 это превосходно просто так это мы берем для начала не грунт, для начала мы берем разводим ради фар и ставим черенок в него на сутки все уходим пойдем итак уважаемые друзья, прошли сутки и теперь мы пойдем и посмотрим что у нас там с серенком и поставим уже посадим его в горшочек чтобы он рос дальнейшем что у нас тут есть у нас ель которая пролежала у нас сутки в ради фарме дренаж используем пустую шишку вот так примерно так грунт мы будем брать отсюда но его много не надо поэтому просто смешаем с таким грунтом который у нас тут в теплице и и чуть-чуть насыпем чуть-чуть насыпали теперь берем что мы берем теперь берем мы такое удобрение ладно удобрение не так важно главное чтобы грунт мы насыпали здесь мы пятку обрежем все не так ничего здесь мы обрезали пятку и это можно было делать до этого вроде фарме она постояла грунт у нас есть грунта насыпаем насыпаем горшок с горкой потом обступиваем его грунт ни в коем случае не придавливайте грунт все больше ничего не надо теперь берем корневин так очень хорошо прям обильно промазываем его а потом берем и садим его в горшок ну и поливаем уберем пока туда поставим и как раз влюб все в принципе видео какие черенки брать у меня есть поэтому чуть-чуть можно придавить вообще нежелательно ну все можете накрыть пакетом и пусть она растет периодически опрыскивать ее но главное чтобы грунт не был влажным влажным да сильно перевлажненным то есть можете опрыскивать хую так его держать умеренно грунт вот здесь вермикулит там все и песок и вот этот грунт то есть там довольно таки хороший грунт единственное там попозже сверху когда земля там в контейнере усядется можно будет хуйным опадом сверху посыпать но опять же это не так сильно не так сильно влажно не так сильно хуйный опадик маленько не даст испаряться влажность и вам меньше надо будет поливать просто опрыскивать и хвою ну и посматривайте естественно если там совсем сухо то тогда можно чуть-чуть а так сильно долго не надо ее заливать переливать потом грибок у вас начнется то есть вы дома возле батареи можете поставить ее там как говорят многие блогеры но я советую на подоконник притенение поэтому на этом все ну результат я вам обязательно покажу а Друзья, друзья, прошло два месяца, и сейчас мы посмотрим, какой результат у нас. Такой у нас результат, ну, видно, что она нарастила, даже не вообще, просто бомба, так, что у нас тут? Да, корневая хорошая, можете видеть, корневая прекрасная, корневая прекрасная у нас, и мы видим, что результат 100% призывания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 ну это температура нужно 18-24 градусов как и всем в принципе потом под пленку не обязательно и поэтому там не пленка главное да создать как бы в тепличные условия может быть нужно но не в этом суть потом когда вы возьмете и укоренять начнете потом уже совершенно другое будет я еще раз извиняюсь за профанацию вот этого видео как бы это введение заблуждения я считаю что это простой обман вот вот я вам показал как можно это сделать как делаются эти все видео которые укоренение идет ели и если вы найдете там видео действительно кто там дорастил два года там я смотрел одно видео но ужасно ужасно там там да там нет это самое менее ужасно человек поставил там 10 стульчиков они прижились даже у него вот он говорит да он часто гуляет по интернету он на youtube я за даже кто-то у меня ее ее забирает зачем забирают и куда их забирают если она цвет поменяла она не будет такой вот вот она вот она сейчас голубая но она не будет такой голубой когда она укоренится она не будет такой голубой отсюда пойдет побег зеленый черенки я взял с ели которые вырастены из семян если вы берете черенки то берите пожалуйста сортовой ели сортовой чтобы укоренить уже сортовую ель а эту смысл укоренять вы можете прекрасно вырастить ее из семян почему все укореняют и вот голубую ель ведут в парк срывают веточки потом несут домой мучаются я не отговариваются ради бога мучитесь но пожалуйста вы учтите что это я хочу вас просто предостеречь что вам придется очень сильно потрудиться очень много из первого раза если у вас не получится пробовать второй раз если вы хотите третий раз ну она должна у вас дорасти до двух лет когда вы можно полноценно сказать что я вот вырастил ей черенка вот она такая же голубая вот она все результат только через два года через два года поймите кто дает результат через два года даю даже по можжевельнику поту и когда они бы укоренятся все потом они и же пересаживаешь там тоже гибель происходит процент определенный поселка вообще она настолько пендитные укорененные что и вообще нам очень аккуратно вот у меня которая укоренилась одна это не деформист это зеленая обыкновенная не деформист шаровидная она хорошо укореняется и канадская хорошо укореняется они давали довольно таки нормально да вот она сидит она пустила в этом году но она почему-то в одну сторону идет я потом сниму и как-нибудь выкапывать будем я расскажу про нее поэтому про укоренение ели пожалуйста вопросы пожалуйста задавайте я отвечу конечно насколько моего опыта хватает я расскажу все но прежде чем начать укоренять подумайте дербаньте не ходите по паркам или эти деревья боже ты мой лучше если вы у кого-то знакомого знаете что есть сортовая елка хупхи например или там голобоза или что друг кебаба или кто-нибудь другое блю какая-нибудь лучше с нее тогда черенки взять черенки взять и тогда пробовать да ничего страшного вы не переживаете этому соседу знакомому родственнику можете сказать чтобы он не переживал она нарастет однозначно вы возьмете 10 черенков ничего не случится черенок надо брать не более двух почек не более 10 сантиметров желательно свежних желательно годовой прирост прирост вернее прошлого года ну на этом уважаемые друзья все все что я хотел сказать извините меня за ролик то что может зачаровал кого-то может быть кому-то не понравится такое ну у меня просто уже просили этот ролик выпустить я его в конце концов выпустил я так упирался сильно у меня много тем для съемки роликов ногу я упирался что край приходит надо выпускать но я это мое личное мнение в этом видео я высказал на этом уважаемые друзья все с вами был гений филимонов и питомник хвойный дворик всего доброго удачи удачи